В редакцию телекомпании ТВИн обратились магнитогорцы с жалобой на то, что им пришли квитанции за капремонт с суммами в два раза выше положенных. Как выяснилось, какое-то время люди не получали платежки, а потом пришлось платить вдвойне. Причем сделать это необходимо до 10 числа, иначе появится задолженность. Претензии жителей и ответ представителя рекоператора капремонта выслушал наш корреспондент. Людмила Николаевна говорит, за все коммунальные услуги старается платить вовремя. Но в этом году, признается, совсем запуталась в платежках. Рассказывает, всегда ждет, пока придут все квитанции и затем оплачивает. За капремонт действительно в какие-то месяцы, возможно, не платила, уже и не помнит. Но это потому, что не было квитанции, утверждает пенсионерка. А потом, видимо, накопился долг. Получила квитанцию. Когда я увидела сумму, какую к оплате, я удивилась, с чего взяли-то. Или 400, ну пусть 490 платить, или 1900. Меня это как-то насторожило. У меня долгов нет, ничего с чего. Действительно, к сожалению, по объективным и независимым от регионального оператора причинам, счет извещения по уплате взносов на капитальный ремонт за январь не были доставлены всем жителям Челябинской области. Но этот вопрос был оперативно решен, и уже начиная с февраля, и по текущее время счет извещения доставляется согласно договору с Уралэнергосбытом. У Галины Максимовны все квитанции под контролем. Но и у нее, как и у многих соседей, в марте-апреле этого года началась неразбериха с платежками. Вот когда они нам не прислали квитанции, я тогда и не платила. Зато на следующий месяц, когда я уплатила с учетом ту сумму необходимую, которая мне должна была за эти мои квадратные метры, и прибавила еще сумму предыдущего месяца. Вот. Ну, это получилось 629 рублей. Вот. Уплатила все. Жду следующей квитанции, уже смотрю, а там написано опять мне платить 629 рублей. Почему? Это потому, объясняют в офисе регоператора, что в настоящее время установили срок оплаты взносов за капремонт. Десятое число каждого месяца следующего за расчетным. Собственники зачастую не могут до конца понять эту ситуацию. Ну, я же оплатил. Почему в счет извещения у меня есть задолженность за предыдущий и текущий месяц? Так вот, именно я хочу еще раз проговорить, что это связано с датой оплаты. Если вы совершаете платеж после 10 числа, вы имеете право это сделать, но в счет извещения данный платеж не отразится. Прошу вас иметь это в виду. Многие пенсионеры возмущены этим фактом, ведь пенсию они получают намного позже. Например, мама Галины Анатольевны. Всегда мы оплачивали, всегда 17 числа мы оплачиваем. А это они сказали, что у нас только строгое за 10 числа оплачивать. А как вот если у меня пенсия с 17 приходит? Все бы ничего, говорят пенсионеры. Пенни за месяц, возможно, и не очень большая, но она оплачивается отдельно. А это для пожилых людей лишние хлопоты. Помимо всего прочего, в этом году вырос размер взноса на капитальный ремонт. Теперь он составляет 11 рублей 20 копеек за квадратный метр помещения. Так что сегодня свой бюджет придется планировать тщательнее. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.